Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим вкусную гречневую кашу на молоке. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим гречневую кашу на молоке. Для этого нам понадобится гречневая крупа. Крупу мы обязательно перебираем. Вот у нее бывают такие камушки попадаются, бывают еще какие-то такие черные незрелые семена. Мы их удаляем. Если у вас вдруг нет времени на переборку гречки, дефицит, то в принципе гречку очень хорошо обязательно нужно промыть под проточной водой. Когда вы моете гречку под проточной водой, все семена и камушки, они в большой кастрюле, они поднимаются наверх и очень легко смываются водой. То есть вы промыли раз, рукой перемешали эту гречку, и все, что грязное, вот такое, ненужное, оно у вас всплывает, и вы просто сливаете эту воду. Промывать ее под проточной водой нужно несколько раз, обязательно. Гречка является экологически чистым продуктом. Для приготовления каши нам понадобится 1 стакан гречневой крупы, 1 стакан кипятка и 2 стакана молока. Также гречку рекомендуют кушать в утренние или обеденные часы, так как в ней находятся сложные углеводы. Гречка полезна спортсменам. Ее назначают диетологи, у кого повышенный сахар. Даже вот просто ее можно заварить на ночь кипятком, а утром покушать сырую. Сегодня мы приготовим гречку очень вкусную. Сделаем из нее кашку на молочке для детей, для просто, чтобы нам зарядиться на весь день витаминами богатыми, которые она содержит, микроэлементами. И, пожалуй, мы начнем. Гречку мы промыли хорошо, перебрали. И я ее заливаю 1 стаканом кипятка. Гречку мы поставили на плиту. Обязательно я ее накрываю крышкой. И сейчас будем ее доводить до кипения. И будем смотреть, когда наша вода здесь закипит. И тогда будем понижать температуру и готовить ее дальше. Гречка наша закипела. Я, пожалуй, воды в ней не так много. Сразу же добавлю молоко, чтобы оно у нас прокипело. Чтобы нам 10 раз его туда-сюда не включать. И сейчас будем еще раз доводить до кипения. И посматривать на нашей кашкой. Обязательно накрываем крышечкой и следить. Каша наша вот-вот закипит. Вот прям в секундочке. Я добавляю по вкусу соль. И также по вкусу я добавляю сахар. Если вы готовите кашу для детей, можно добавить ванильный сахар. Одну чайную ложечку. Ребятишки с удовольствием кушают. Сахар, конечно же, мы добавляем по вкусу. Но вот мы взрослые, я кладу для себя 2 десертных ложки. 2 десертных, либо одна с горкой, большая столовая ложка. Кашу я перемешиваю. И понижаю температуру приготовления вдвое. Как бы я ее начинаю томить. Накрываю крышечкой. И буду готовить еще минут 10. Готовится она достаточно быстро. И очень просто. Единственное, нужно посматривать, чтобы не скипело молоко. Накрываю крышечкой и готовлю еще 10 минут. Вот на медленном-медленном огне. 10 минут прошло. Гречку мы готовили на самой-самой низкой температуре, на единичке. Я добавляю масло. Сколько масла класть? Для детей вы готовите, для себя. Если готовите для ребятишек, для мужчин, конечно, надо побольше класть. Я вот кладу грамм 70 где-то. Можно 100 грамм положить. Можно вообще не ложить, если молоко жирное. Так, я положила масло. Гречка у нас очень хорошо разварилась. Плиту я выключаю. И даю нашей гречке постоять 10 минут. Чтобы вот она пропиталась молоком. Если вы положили ваниль, чтобы маслица в ней растворилась. Чтобы она настоялась и была очень вкусной и нежной. Гречка наша настоялась. Она очень красивая. Вот такая вот ароматная, аппетитная. Каша из детства. И сейчас мы ее попробуем. Замечательная. Я выкладываю на тарелочку. Вкус детства. Самая любимая и самая вкусная каша. Гречного. Приятного аппетита. Пробуйте, готовьте вместе с нами. Хорошего вам дня. И заряда на весь день. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч.